В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии Денис Семяшкин. Мы вспомним основные события прошедших семи дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов. Заострим внимание на самых актуальных вопросах, которые обсуждались, и проанализируем тенденции развития политической и социально-экономической жизни округа. Актуальные банковские продукты для населения и новые возможности для бизнеса. В Наринмаре прошло торжественное открытие офиса группы ВТБ. Красную ленту разрезали заместитель губернатора Татьяна Лагвиненко и представители банков ВТБ и ВТБ-24 в городе Архангельск. Новый финансовый партнер, новый конкурент на рынке банковских услуг и новые возможности для жителей округа. В Ненецком округе начал работу офис группы ВТБ. В торжественной церемонии открытия нового банка в регионе принял участие заместитель губернатора, руководитель департамента финансов Татьяна Лагвиненко. Мы очень рады, что у нас в наш уникальный проект безналичного округа добавляются новые участники, которые, в принципе, на сегодняшний момент технологии банковские и спектру слуг позволяют оказать полноценное банковское обслуживание. Светный и просторный офис располагается по адресу улица Ленина, дом 21А. В нем доступны сервисы и продукты банков ВТБ и ВТБ-24. По словам управляющего филиалом ВТБ в городе Архангельск, деятельность банка в регионе будет разносторонней. Это работа с предприятиями различного уровня в области кредитования, привлечения средств, дистанционно-банковское обслуживание, пластиковые карты, валютный контроль и другое. На сегодняшний момент спектр услуг и продуктов, которые пользуются клиенты, очень большой. В основном это кредитные продукты, кредитная линия овертрафт-кредит. Также очень востребованы сейчас банковские гарантии на участие в аукционах, конкурсах. На возмещение НТС, на исполнение контрактов. Еще немаловажным продуктом в последнее время очень пользуются депозиты. Группа ВТБ довольно долго шла к открытию своего подразделения в НАО, но теперь точно можно назвать этот проект удачным. Симбиоз двух банковских структур, входящих в группу ВТБ, приведет к расширению в НАО современных финансовых технологий и повышению уровня банковского обслуживания. Илья Сахаров, Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Банк ВТБ стал новым партнером Ненецкого округа. Администрация региона подписала с банком соглашение. Подписи в документе о стратегическом сотрудничестве региона с финансовой организацией поставили член правления банка Денис Бортников и глава Ненецкого округа Игорь Кошин. Новый партнер для решения стратегических задач. Администрация Ненецкого округа подписала соглашение с одним из ведущих банков страны ВТБ. На встрече с членом правления банка Денисом Бортниковым Игорь Кошин отметил, конкуренция на рынке банковских услуг неизменно приводит к тому, что выигрывает потребитель. Приход в округ банка ВТБ свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в регионе. Очень здорово, что у нас в округе присутствует группа ВТБ. И я очень рад, что мы взаимодействуем и развивая округ, мы развиваем нашу горячо любимую родину. Вот это, наверное, самое важное и это есть то, ради чего мы работаем. Документ определяет основные направления взаимодействия банка и администрации округа. Они направлены на создание условий для развития предпринимательства, реализации приоритетных инвестиционных проектов и социально значимых программ на территории Ненецкого округа. Подписанное соглашение не просто закрепит установление партнерских отношений между банком и Ненецким автономным округом, но и откроет реальные перспективы для сотрудничества. В свою очередь, член правления ВТБ Денис Бортников заявил, банк намерен активно участвовать в социальных и инвестиционных проектах и способствовать структурным положительным изменениям в экономике региона. Еще раз хочу поблагодарить администрацию за то, что мы практически за год сформировали понимание того, как мы здесь должны работать и с чем. Потому что буквально офис открывается уже наполненный определенным количеством бизнеса, то есть клиентами. Это немалажный фактор, потому что поддержка была всесторонняя и очень значимая. Банк уже начал свою работу в нашем округе, а завтра состоится церемония торжественного открытия первого офиса группы ВТБ в Наренмаре. Валентина Чибичек, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе стартовала избирательная кампания по выборам депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. Напомню, указ президента о назначении даты выборов на 18 сентября 2016 года был подписан 17 июня, после чего региональные избиркомы ждали решения Центральной избирательной комиссии. Старт избирательной кампании в Ненецком округе дало заседание местного избиркома. На нем рассмотрели ряд организационных вопросов. В том числе члены избирательной комиссии согласовали решение о количестве подписей, которыми необходимо заручиться кандидату-самовыдвиженцу. В соответствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы, если в избирательном округе проживают менее 100 тысяч избирателей, то самовыдвиженцам необходимо заручиться поддержкой не менее 3 тысяч человек. В Ненецком округе по состоянию на 1 января 2016 года зарегистрировано 33 тысячи избирателей. Соответственно, кандидату, который решится выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, придется собирать утвержденное количество подписей. Кроме того, кандидат имеет право предоставить еще к 3 тысячам подписям еще 150 подписей для того, чтобы вдруг в случае числа выборковки подписей по недействительным, по законным основаниям, то вот эти 150 подписей могут еще, скажем так, как-то подстраховать именно предоставление подписных листов с подписями кандидата. Что касается политических партий, то без сбора подписей в выборах депутатов Госдумы имеют право участвовать 14 из 75 зарегистрированных в России партийных объединений. Парламентские партии запланировали проведение своих съездов по выдвижению кандидатов на последние числа июня. Кроме того, на заседание избирательной комиссии утвердили рабочие группы. Первая – об информационных спорах, вторая рабочая группа займется приемом и проверкой избирательных документов. В ее состав помимо представителей избирательных комиссий и других структур вошли специалисты-почерковеды. Потому что все подписи, и то есть вот если касаемо документов, да, которые для регистрации сдают самого движенца, а это в первую очередь, чем они отличаются от кандидатов-одномандатников, тем, что они предоставляют подписные листы с подписями. И все подписные листы, скажем так, вот если мы назвали количество 3000 подписей, они будут все проверяться на предмет действительности или недействительности, достоверности или недостоверности экспертам-почерковедам. Также на заседании были определены ответственные лица за прием агитационных материалов и ввод информации в систему ГАЗ-выборы. Выборы мэра Нарьинмара будут проходить по-новому. Депутаты горсовета на сессии приняли изменения в устав, которые изменяют механизм избрания градоначальника. Сейчас мэр будет избираться на конкурсной основе из числа кандидатов, которые будут представлены конкурсной комиссией. Порядок избрания главы города в соответствии с федеральным законодательством определяется законом субъекта и уставом города. Окружные законодатели определили, что в Нарьинмаре избирать главу должен горсовет из кандидатов, прошедших конкурсную комиссию. Любой желающий, который будет подходить по квалификационным требованиям, может принять участие и подать заявление на участие в выборах главы города. То есть любой желающий, не только депутат, а любой житель города Нарьинмара, который считает себя способным управлять городом, иметь определенную квалификацию, опыт, знания. Поэтому я считаю, что здесь мы даем большую возможность нашим депутатам, комиссии, которые будут рассматривать кандидатуры для выбора достойного мэра. Комиссия, которая будет оценивать кандидатов по требованию федерального закона, наполовину должна состоять из представителей губернатора, на вторую половину – из представителей горсовета. Перед тем, как внести требуемые изменения в устав города, проводились обязательные публичные слушания, чтобы жители могли высказаться на тему этих изменений. Однако горожане заинтересованности не проявили. На прошедшей сессии депутаты городского совета единогласно проголосовали за уменьшение должностного оклада лицам, замещающих выборные должности местного самоуправления, работающих на постоянной основе, а также муниципальным служащим. Эти вопросы на сессии выносили уже не один раз, но не находили поддержки со стороны части народных избранников города. Однако принятое решение не своевременное. По словам городского депутата Ольги Питуниной, сокращать расходы по данным направлениям необходимо было еще в прошлом году при принятии бюджета на 2016 год, как и провести сокращение численности муниципальных служащих в администрации города. Администрация города Наринмара обещала нам, депутатам, в начале года предпринять все меры по сокращению численности муниципальных служащих, что также должно было привести к сокращению содержания муниципальных служащих, что тоже не было сделано. На майской сессии, как мы помним, тоже это было все принято в штыки и не было согласовано ни с кем. Но, однако, мы очень кропотливую работу провели. В результате мы сегодня имеем принятые два решения. В результате принятого решения сокращение должностных окладов мэра города и председателя горсовета будут снижены на 10%, а оклады муниципальных служащих станут меньше на 11%. Из них 7% уже было снижено при принятии бюджета на 2016 год. Все эти решения будут применены только с октября, поэтому экономия бюджетных средств составит лишь 1,5 миллиона рублей и не приведет к снижению нормативов по фонду оплаты труда. Именно из-за превышения этих нормативов город с февраля текущего года не получает дотацию из бюджета округа. Дотация в целом была на год предусмотрена 75 миллионов. Из них 6300 в январе было выключено городу, в феврале было принято решение при остановлении выплаты дотации. До сих пор она не выплачивается. То сокращение, которое сейчас произойдет, не покроет той разницей, которая превышает этот норматив. На сегодняшний день превышение норматива составляет 31 миллион. Впрочем, и эти полтора миллиона рублей, которые появятся в результате экономии, найдут свое применение. В частности, их можно будет направить на благоустройство города, так как на эти цели средств в городской казне катастрофически не хватает. Правительство России утвердило дорожную карту, направленную на поддержку доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Реализация предусмотренных дорожной картой мер будет способствовать повышению эффективности использования общественных ресурсов, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, внедрению в практику инновационных социальных технологий, расширению масштабов привлечения внебюджетных инвестиций для развития объектов социальной инфраструктуры. Дорожная карта содержит комплекс из 44 мероприятий, намеченных к реализации в 2016-2017 годах. В частности, планируется внедрение практики государственной поддержки заемного финансирования некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере. Аналогичные механизмы поддержки организации малого и среднего предпринимательства. Кроме того, предусмотрено совершенствование нормативного правовое регулирование социального предпринимательства и благотворительной деятельности. В сфере образования дорожной картой предусматривается обобщить практику бюджетного финансирования частных дошкольных учреждений, а также разработать механизмы финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающего равный доступ на конкурсной основе к бюджетным ресурсам в зависимости от качества услуг по дополнительному образованию. В сфере социальной защиты и социального обслуживания дорожной картой предусматривается обобщить практику и разработать методы поддержки негосударственных организаций, оказывающих услуги в области социальной защиты и социального обслуживания граждан. Новые аспекты в национальной политике России и межнациональные конфликты в современном мире. Эти вопросы обсудили в Нарьинмаре в рамках «Круглого стола». Независимыми экспертами выступили председатель Совета Ассамблеи народов России, член-корреспондент Российской Академии естественных наук и заместитель начальника управления по укреплению общенационального единства Федерального агентства по делам национальности. Кроме того, рассмотрели опыт работы органов власти и местного самоуправления со средствами массовой информации, институтами гражданского общества, организациями сферы культуры. Круглый стол по вопросам межэтнических и межконфессиальных отношений начался с доклада об истории многонациональности в России. Член-корреспондент Российской Академии естественных наук Игорь Круговых говорил об основных вехах взаимодействия народов России. Сегодня в России проживает около 200 народов и народностей, имеющих свой язык, культуру и возможность сохранения этнической идентичности. В то же время все народы объединены цивилизационной общностью. Самое главное, чтобы мы понимали, что есть вот это вот единое цивилизационное поле, которое нам необходимо вместе сохранять. Страна, которая потеряла свою цивилизацию, станет частью цивилизации другой страны. Точка. Это просто надо понимать. Это то же самое, как раньше говорили. Тот, кто не будет кормить своих лошадей, тот будет кормить чужих. Все, вопросов нет. Тут только такое ясное понимание. Говоря о Ненецком округе, Игорь Круговых отметил важность принятия стратегии государственно-национальной политики. Этот документ сегодня принят далеко не в каждом регионе России, между тем, как он координирует отношения органов власти и институтов гражданского общества. Сегодня в округе работают более 30 землячеств и диаспор, с которыми проходят рабочие встречи. Они дают возможность получить информацию о проблемах, положительных практиках. Так, дагестанское землячество устраивает встречи с детьми и знакомит их с национальной кухней. Члены землячества деревни Сопка восстановили историю поселения, выпустили альбом и установили информационные таблички для посетителей. Краткая историческая справка. Если кто-то там будет в нашей деревне, то все понятно. Когда деревня началась, когда ее не стало, кто там жил, чем занимались скотоводства, в какие годы, сколько человек жило, сколько там скота было. В общем, все-все-все о деревне. Землячество и диаспоры, как и некоммерческие организации, участвуют в конкурсе грантов. Актуальные социальные проекты получают государственную поддержку. В 2015 году гранты на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей получили 13 некоммерческих организаций. 22 июня в нашей стране день памяти и скорби. Ровно 75 лет назад началась Великая Отечественная война. Самая кровопролитная в истории человечества. Свыше 26 миллионов человек. Такова потеря нашей страны. С 92 года 22 июня официальная памятная дата. Одна из самых масштабных акций, которая проходит в этот день – свеча памяти. В ее рамках жители страны несут сотни тысяч огоньков к могилам павших. Ненецкий округ также присоединился к этой акции. В 4 утра и обелиск победы были зажжены свечи в память от тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины. Репортаж Елены Семеновичевой. В памяти человеческой 22 июня 1941 года осталась не просто как роковая дата, но и как рубеж. Начало отсчета долгих. А до 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа. Ровно в 4 утра те, кто собрался у обелиска этим утром, замерли на минуту молчания. Эта страшная война не обошла ни одну семью. Сегодня вот этот ранний час, низкий поклон всем ветеранам, всем тем, кто отстоял нашу независимость. Вечная память героя. Зажигая свечи, каждый вспоминал своих родных и близких, не вернувшихся с фронта. В их числе Надежда Николаевна Ануфриева – дитя войны. На эту горькую минуту молчания она вспоминает свое детство, свою маму и, самое главное, своего отца, который ушел на фронт. Ее имя – Надежда. В честь Надежды на то, что отец вернется с войны. Очень хочется, чтобы все было мирно, спокойно уже сейчас за своих детей, за внуков, чтобы у них тоже все было хорошо. Сегодня же у обелиска «Почтить память героев» собрались все неравнодушные. Только за первые 8 часов необъявленной войны у Советского Союза было уничтожено 1200 самолетов. И только в 12 часов на всю страну официально объявили о начале войны. Вы знаете, нам остается, наверное, самое важное. Наша страна победила в той войне. Русский народ победил. Наша главная задача – это помнить. Сегодня в 4 утра состоялась акция «Свеча памяти». И вы знаете, каждый год на эту акцию приходит все больше и больше людей. Ставят свечи к памятнику погибшим в главе Великой Отечественной войны, вспоминая своих отцов, дедов, прадедов. И пока в наших сердцах будет подвиг великого народа, у нас будут силы на новое свершение победы. Акция «Свеча памяти» прошла по всей стране. Во Владивостоке зажженные свечи пронесли вдоль центральных улиц до корабельной набережной. Школьники, студенты, ветераны, тысячи людей в Екатеринбурге выстроились в слово «помним», потому что не имеем права забыть. Слишком большая цена заплачена за победу. У плотины на берегу реки Брусянка в Свердловской области показали военные фильмы. Организовали реконструкцию мирного вечера накануне войны. Дожгли свечи и отправили их на самодельных лодочках. Вся страна помнит и скорбит о тех, кто никогда не вернется с той кровопролитной войны. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В день памяти и скорби наша телерадиокомпания презентовала новый документальный фильм «Фронт особого назначения». Он посвящается работникам потребительской кооперации Ненецкого округа, которые трудились в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Его премьерный показ состоялся во Дворце культуры Арктика. Создать свою собственную продовольственную базу было правильное решение. Руководство Окрпотребсоюза обратилось ко всем сельским потребительским обществам. Агитировать никого не пришлось. Не пришлось агитировать и актеров, сотрудников Дома культуры. Съемки постановочных эпизодов проводили в здании Морского порта под чутким руководством режиссера картины Марии Кравченко. В 1941 год. А потом появились вопросы. Если побережье Банглии, а юго-западные районы России, откуда поступали продукты в Ненецкий округ, это овощи, крупы, сахар, эти районы уже были оккупированы, то кто заключал новый договор? Как доставлялись продукты питания в Ненецкий округ? Я там была Архангельцем. Архангельские люди умирают голодом. Кто сделал невозможное, но спас каждого жителя Ненецкого округа. У нас никто не умер от голода. Ненецкий краеведческий музей предоставил в качестве реквизита исторические экспонаты. Вся история фильма основана на архивных документах и воспоминаниях очевидцев, детей войны. Консультантом фильма выступила Марина Калавангина. «Фронт особого назначения» – третий фильм о героическом подвиге жителей Ненецкого округа во время войны. Над фильмом работала большая творческая группа моих коллег, моих сотрудников, телевизионщиков, актеров. Это более 20 человек. Я благодарю их всех. Огромное всем спасибо. А также хочется отметить и тех, кто нам помог собирать информацию. Это краеведческий музей, сотрудников библиотеки имени Печкова, сотрудников окружного архива, сотрудников морского корта, ветеранские организации, дворец культуры Арктика, всех актеров, которые приняли участие в нашем фильме и, конечно же, ветеранов потреб кооперации. Одновременно презентация фильма прошла на телеканале «Север». Следующий показ окружной киноленты состоится на телеканале в ближайшие выходные. Валентина Чибичик, Антон Водряков, телеканал «Север». На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин